Уборочная кампания стартовала в Восточном Казахстане. Вопреки опасениям аграриев, малоснежная зима 2018 года на нынешнюю урожайность существенно не повлияла. Потребности внутреннего рынка покроет озимая пшеница. Ее урожайность в отдельных районах области превысила 50 сантиметров с гектара. Вот уже несколько дней канад Садыков из села Теректы буквально дежурит на полях. Его комбайны работают в несколько смен. Задача собрать озимую пшеницу до начала прогнозируемых в августе дождей. С каждого гектара башни здесь планируют получить 30 сантиметров урожая еще весной. Здесь рассчитывали не больше чем на 15 сантиметров. Аграрии опасались, что малоснежная и холодная зима повлияет на всходы. Озимая рожь, она все-таки терпеливая и она выдержала низкий перепад температур. И вот сейчас мы ее полили, правда, достигли такого урожая. Около 30 сантиметров получаем сейчас. В сложных погодных условиях минувшей зимы выстояли семена элитной репродукции. Их засеяли на площади в 600 тысяч гектаров. Кроме того, почву в горной и на равнинной местности подпитали 20 тысячами тонн минеральных удобрений, приобретенных с помощью государственного субсидирования. Инвест-субсидии, которые получают крестьянские хозяйства, которые купили новые трактора, техники, они 25% получают. Инвест-субсидирование идет. Также от государства идет помощь, удобрения наши ложат и гербициды, они тоже субсидируются. Внушительную часть урожая этого года аграрии экспортируют в качестве готовой продукции. Например, в Китае восточно-казахстанцы намерены поставлять растительное масло. Его цена 850 долларов за тонну, тогда как семена подсолнечника туда же продаются втрое дешевле. В прошлом году мы порядка 80 тысяч тонн экспортировали в Китайскую Народную Республику. В этом году у нас планируется строительство карантинной лаборатории по стандартам Китайской Республики. И мы планируем увеличение экспорта. Карантинную лабораторию, в которой сертифицируют сельхозпродукцию для рынков Поднебесной, планируют открыть до конца сентября. Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов. Восточно-казахстанская область. Хабар-24.